Всем привет, дорогие друзья! Заканчиваем подводить итоги прошедшему сезону, уже новый на носу. Команда собралась в баковке, появились новые лица, скоро будем обсуждать первые таварники. Но пока закончу уже свою сагу с оценками игрока. В прошлом выпуске я обозрел тех, кто провел в весну ниже среднего. Если не смотрели, то обязательно гляньте. Там, кроме всего прочего, я рассказал, что это за оценки, как они появились и что значит. Здесь растекаться мыслью по древу не буду. Все, что вам нужно знать, чем выше средний балл, тем лучше. 13 игроков получили средний балл выше 6,5. И, кстати, при определенном умении из этих 13 можно составить вполне себе неплохую команду. Еще и два запасных будет. Символическая сборная весны получается. Давайте так и сделаем. К черту рейтинги, все равно вы на них не ведетесь. Начнем с запасных. У Миши Щетинина всего две оценки. Семерка с Акроном и 6,5 с ЦСКА. Не так много игроков получили с Акроном оценку выше среднего. Так что выход Миши на замену в той игре на полчаса был очень неплохим. Как раз последние полчаса нам и удались. Да еще и пенальти после матча его он забил. С ЦСКА Миша вообще вышел в старте. Первым из игроков 2005 года рождения. Нужно было подменить Карпукаса и Щетинин не без ошибок, но все-таки с задачей справился. Я бы предпочел, чтобы Пукс сыграл в том матче, но для дебютной игры, да сразу под каток ЦСКА, Миша сыграл очень добротно. Тем не менее, выходов на поле у Щетинина пока еще очень мало, а в конце он даже на скамейку попадать перестал. Возможно, Галактенов хотел посмотреть на Куликова с Марадишвили, но может и уровень игры пока не соответствует стабильному появлению в основе. Вторым запасным в моей сборной весны станет Уилсон Исидор. Не потому, что он играл хуже других. Наоборот, его средний балл прилично выше, чем у кого-либо 7,29. Просто Исидор оказался идеальным запасным. Его матч в основе против Факела был блеклом, всего 6,5. Воронежцы его съели и не дали необходимого пространства. Зато во всех остальных случаях, когда он выходил на замену, он забивал. Он приносил важнейшие очки с ЦСКА и крыльями. Ну как важнейшие? Для становления команды важнейшие. Так-то если бы проиграли, то ничего бы страшного и не произошло. Но благодаря Исидору не проиграли. И это невероятно круто. А как начиналась весна, помните? Каждый второй ведь читал своим долгом написать, что Исидор за локомотив больше не сыграет. А травма это просто выдумка. Журналисты подкидывали посты о том, что Исидор спит и видит, как бы остановить контракт с локомотивом. А Исидор восстановился и начал забивать, не забывая посылать сердечки болельщикам. Это не значит, что он не уйдет. Если будет предложение, какой смысл удерживать эту яркую звездочку, которой нужно играть в Европе. Но пока-то он с нами и нужно ценить каждое мгновение пребывания одного из самых милых и самых приятных легионеров в истории нашего клуба. Ну все, теперь 11 основных. Начинаем с вратаря. И тут с рейтингом в 7,07 оказался Илья Лантратов. Рейтинг сравнительно невысокий, но лишь в одном матче Лантратов получил оценку ниже среднего. В самой первой игре со Спартаком. Причем там не сказать, что Лантратов как-то ошибался. Просто видимо у меня было настолько плохое настроение, что я всем там оценки поставил плохие. Ну да ладно, проигрывать Спартаку нельзя. Заслужили. Уже в следующем матче с тем же Спартаком Лантратов делает несколько умопомрачительных сейвов и берет 2 пенальти. Нам это не помогло. Затем практически в каждом матче делает по одному 2 фантастических сейва. Причем в самом начале игры при 0-0 пропустил локомотив и вся игра пойдет по-другому. Да и вся весна могла пойти по-другому. С Лантратовым в воротах ощущается уверенность. Он не делает глупых вещей, не ошибается в легких ситуациях, справляется в средних и периодически вытягивает очень сложные мячи. На самом деле это феноменальная стабильность и есть то главное, что от вратаря требуется. С таким вратарем и защитники играют уверенно, а Лантратов еще и расставляет их по полю своим подсказом. Для меня Лантратов это главный трансфер зимы. Я просил Илью уже давно и, наконец, получил этот подарок на Новый год. Лучшего подарка от клуба и представить было нельзя. Правую бровку неожиданно для многих и для меня. В частности, занял Максим Нинахов со средним баллом 6,85. Когда к третьему сбору Гулактенов решил, что без Смольникова ему никак не обойтись, то показалось, что дни Нинахова в клубе сочтены. Там еще и слухи муссировались, что Нинаховы чуть ли не в торпеды хотели отдать. Но Макс остался и сначала на сборах отвоевал место у Живоглядова, затем забил шикарный гол в тверняке с левого фланга в матче с Уралом, а потом как-то тихий сапой и Смольникова с фланга выжил. Козырь Нинахова в стабильности. Если отбросить его жесткие нарушения, которые действительно иногда бывают с перебором, то Нинахов не ошибается. Он не обрезает, он не пропускает соперника один в один, не упускает их за спину. Да, нарушения есть. За два таких нарушения его удалили с Ахматом. Хотя я все еще до сих пор уверен, что Галактенов должен был убирать Макса из-под Бериши в перерыве. В следующих матчах он неизменно менял Нинахова, который получал карточку. А в матче против главного актера лиги не убрал. Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается. Возможно, если бы тот матч с Ахматом не был бы вот таким вот, то мы бы и не выиграли некоторые другие матчи, такие как с Краснодаром, например. Ну а бенефис Нинахова произошел в игре с Динамо, где он забил победный гол и был абсолютно везде на поле. Очень жалко, что ему не дали статуэтку лучшего игрока матча. Он действительно ее тогда заслужил. И учитывая свой неяркий стиль игры, вряд ли у него будет еще много шансов такую статуэтку получить. Отметим важный момент в игре Нинахова, который он сам подчеркивал в интервью. Он не классический бровочник. Ему комфортнее уходить в центр и оттуда двигать мяч или выцеплять моменты для отбора. При немцах ему было запрещено занимать эту зону. Галактионов же разрешил и подстроил общую командную тактику под это. За что очередной респект нашему тренеру. Среди наших бедовых центральных защитников нашелся и тот, кто провел весну выше среднего. Это Егор Погоснов и его средний балл 6,75. Егор ворвался в состав еще в конце прошлого года, когда сходу занял место в старте на игру с Уралом. И сыграл-то, ну вообще говоря, очень здорово. Поэтому, когда после всех наших приключений с ЦЗ в начале весны Погоснов вышел на игру с парей НН, у меня особого удивления не было. Вышел, отыграл без помарок, потом снова, уже с Зенитом. И опять никакого ощущения тревоги за молодого 19-летнего пацана. Никто не делал из него клоуна. И сам он из себя клоуна тоже не делал, что в контексте наших центральных защитников немаловажно. Была не очень хорошая игра против Оренбурга. Там вот клуб лички акцентированно атаковал через зону Погоснова. И у них это получалось. Но мы ведь все равно выиграли и особо много-то не пропустили. А следующие пять матчей после Оренбурга я вообще ему стабильно ставил семерки. Это чрезвычайно здорово для молодого центразаща. Позиция дефицитная. И такой буст на старте очень здорово скажется на его карьерной перспективе. В локомотиве или еще где-то, но тренеры знают, что на него можно положиться. Он не ошибется и свое дело сделает. В пару к Егору встанет Марио Митой, который съездил в основную сборную Албании. И вместе с ней добился двух важных побед над аутсайдерами группы. Вообще, Митой, конечно, левый защитник. И в сборной он тоже играл слева в этих двух матчах. Но за эту весну он успел поиграть и в атаке, и в центре обороны. А если брать весь сезон, то его и справа выпускали, и в опорную зону даже в одном матче на замену. Но последние две игры, когда уже выбыли Макеев и Конти, а Погоснов и Баренов получили свои дисквалификации, центр обороны доверили защищать не кому-нибудь, а очень невысокорослому Миту. И надо сказать, что он реально поразил. Да, он и слева хорошо распоряжался мячом, выходил из-под прессинга на дриблинге и вообще действовал не по годам солидно. Но на позиции центрального защитника это просто культурный шок. С легкостью доклассировал Тюкавина, начал длинным пасом голевую атаку с торпедо. Да и вообще, как-то подозрительно часто, если отматывать голевые атаки локомотива в матчах с участием Митая на самое начало, окажется, что они частенько начинались с отбора или первого паса Митая. Недаром и Галактионов на послематчевой пресс-конференции отмечал нашего албанца отдельно и его умение начинать атаки. Теперь я уже очень хочу посмотреть когда-нибудь на локомотив, где в центре обороны будут играть Фасон и Митой, два мастера первого паса. Вообще, я очень рад за Марио, критики на него обрушилось очень много, в частности по матчу с ЦСКА, где он быстро заработал две желтых карточки. Сейчас его по привычке поругивают, но болельщики уже разглядели в нем талант, а для меня лично это вообще один из главных наших активов на следующий сезон. Ну и левый фланг обороны закроет игрок сборной Армении, новый покоритель Уэльса, Наир Текнезиан. Средний балл Текнезиана 6,8. И его, конечно, очень сильно помотало по оценкам от совсем плохих 5,5 во второй игре с Спартаком, где он откровенно провалился до полновесной восьмерки с торпеда. Стабильности Наиру пока не хватает, и причем ее не хватает порой даже в рамках одного матча. Он и сам это прекрасно понимает. Но прогресс к концу сезона не заметить просто невозможно. Это лучший игрок двух последних месяцев. Причем за май-июнь он забил три гола, и все три гола были первыми в матче, то есть едва ли не самыми важными. И Сидор за это время забил четыре, но кроме гола в ворота крыльев, это были добивающие голы. А вот задел создавал именно Наир. Как и в случае с Нинаховым, Галактенов нашел, как использовать потрясающее умение Наира оказываться внутри штрафной и находить там мяч. И не запрещает ему это делать. Просто добавил подстраховку на тот случай, если Текнизян заиграется в атаке и не успеет вернуться. Наиру определенно нужно добиваться психологической стабильности по ходу игр и надежности в обороне. Игра с Царинбургом для него очень тревожный звонок. Но в остальном крайний защитник, который делает 5 плюс 5 за сезон. Я не уверен, что я вообще когда-либо это видел в локомотиве. Переходим к опорной зоне и начнем с капитана. Дима Баринов великолепно закончил сезон. А вот в начале весны был очень большой разброс оценок. Взять даже два соседних матча. Провал с Акроном, где Дима, ну прямо говоря, вообще не должен был играть. Но раз уж вышел, так покажи, чем ты лучше своего дружбана по Академии Сереги Макарова. Увы, Бары на поле, считай, что не было. Зато через три дня Бары вытащил команду из безнадежной, казалось бы, ситуации с Краснодаром. Ему, кстати, не впервой. В чемпионском сезоне мы с 0-2 от Спартака тоже отыгрались после того, как Бары в самом начале второго тайма забил гол. Кажется, что матч с Краснодаром был для Баринова переломным. И после него он уже сильно ниже своих возможностей не опускался. Претензий по самодаче к Диме не было и осенью, но сейчас он, наконец, добавил качество и практически убрал из своей игры глупые ошибки. И теперь снова понятно, почему Дима один из лучших российских опорников. Осенью, прямо скажем, вопросов было много. В паре с Димой в моей символической сборной выйдет, разумеется, лучший игрок сезона Локомотива абсолютно в любом рейтинге, какой ни возьми. Хотите статистический, хотите болельческий, да любой. Это первый Артем Карпукас и его 6,93 балла. Я столько писал и говорил об Артеме по ходу этого сезона, что сейчас повторяться уже, честно говоря, неохота. Это топ чемпионата по отборам с огромным отрывом, который, вообще говоря, проводит свой первый полноценный сезон во взрослом футболе. Полтора года назад он не был даже игроком казанки. Он играл за молодежку и его не брали на сбор. Причем важно, что весь этот год Карпукас прогрессировал. Начинал с парня, который просто отбирал мячи и отдавал их ближнему. А теперь он еще и главный распасовщик. Именно его теперь ищут защитники, чтобы он отдавал передачи между линиями. Большинство передач Пукса идут вперед, и это тоже, я уверен, влияние Галактионова. Ну а два гола – это достойная награда за подключение Пукса в штрафную. Теперь я очень жду новости о передподписании контракта с Карпукасом. Его текущее соглашение было подписано еще тогда, когда он был игроком молодежки. И хотя оно будет действовать еще пару лет, переговоры точно нужно начинать уже сейчас. Я восхищаюсь Карпукасом. И за один сезон он ворвался в топ моих любимых игроков Локомотива всех времен. Линия атаки. Мы уже знаем, что в ней не будет Антона Мирончука, он в прошлом видео. Поэтому угадать, кто в ней будет, в общем-то, несложно. На правый фланг отправлю Максима Глушенкова и сам покривлюсь своему решению. У фантастического Макса средний балл всего 6,69, и это кажется жутчайшей несправедливостью. Но так уж получилось, что в сезоне мы видели двух Глушенковых. Один играл на правом краю и собирал шестерки до 6,5, а с Акроном так вообще 5,5, так как совершенно потерялся на поле. И был Глушенков, который играл под нападающим и забивал сумасшедшие голы, отдавал потрясающие голевые передачи. Восьмерка с Оренбургом 6 ЦСКА, 8 с Динамо 6,5 с Торпедо. Это соседние матчи. Увы, даже просто серию из 3-4 игр Максиму никак не удавалось выдавать. И это едва ли не главный наш простор для прогресса, если брать атаку. Сделать так, чтобы Максим Глушенков был крутым всегда, как умеет, а не раз в три игры. Увы, этой весной нередко Максиму Глушенкову отводили всего тайм. Либо он выходил со скамейки, либо меняли в перерыве из-за его блеклости. При этом я абсолютно точно признаю свою неправоту к нему. Я боялся, что в крыльях Глушенков достиг своего потолка, и в локомотиве поддерживать такой же уровень ему будет тяжело. И по сборам казалось, что он тяжеловат, что он не находится в тех зонах, в которых нужно. Но в первом же матче российской премьер-лиги с Ростовом он доказал мне, что я крупно ошибся. И Глуш реально может вырасти в одну из самых ярких атакующих звезд нашей команды. На противоположном фланге другое зимнее приобретение Сергей Пеняев. У него тоже не очень высокий балл, но все-таки повыше, чем у Глушенкова. 6,77. Дело в том, что хоть Сережа и был не такой результативный и эффективный, он был заметен абсолютно во всех матчах, в которых принимал участие. Ни разу не ушел в тень. К сожалению, он пропустил несколько игр из-за травмы, но даже за 20 минут в игре с ЦСКА он умудрился отметиться попаданием в штангу. Эта яркость для 19 лет гораздо важнее, чем голы и передачи. Они обязательно придут, играть в футбол Пеняев умеет. Сейчас ему важно находить эти моменты, находить пространство на поле и получать передачи от партнеров на скорости. За этот год Пеняев сделал еще один громадный шаг в своем развитии. Есть ощущение, что если обойдется без травм, то в следующем году он может затмить вообще всех в нашем чемпионате. Место под нападающим займет восстановившийся от травмы Рифат Жамаледдинов. Если б не провал в матче с Зенитом, где Рифата полностью закрыли и он никак не мог вовремя расстаться с мячом, то Рифат бы вошел в четверку игроков со средним рейтингом выше 7. Но, увы, всего 6,9. Хотя и это неплохо. В пятерку лучших игроков весны он попал с запасом. Чего мне по весне не хватило, так это голо от Рифата. Попытки были, парочка очень плотных ударов полетела в створ, но и вратари были на чеку. Зато вернулись его голевые, как в старые добрые Николичевские времена, когда его только поставили на эту позицию, и он ошарашил всех умением отдать темповую разрезающую передачу. Во многих матчах он выходил на второй тайм вместо, например, Антона Мерунчука. И сразу на контрасте было видно, насколько лучше он распоряжается мячом. Практически не было матчей, в которых бы Рифат не создал хотя бы один момент для своих партнеров. И это огромная головная боль для Галактионова, потому что у нас слишком много игроков, которые должны играть под нападающим. И Рифат, и Глушенков, и Антон Мерунчук. И как их всех таких крутых и атакующих разместить вместе, лично у меня ни одной идеи. Но я просто рад, что Рифат восстановился от травмы. Его очень сильно не хватало осенью. И теперь он нас снова радует своим мастерством. Ну и, конечно, на острие волшебник Дзюба с очень крутыми 7 целыми и 12 сотами баллов. Особенно учитывая, что он пропустил всего три игры. Глядишь, если бы сыграл с Акроном, то и у остальных были бы баллы повыше. Дзюба как хороший соус. Делает все остальные ингредиенты блюда вкуснее. Благодаря ему повышается точность передачи у защитников. Ты просто кидаешь мяч вперед, а Дзюба за него цепляется. Благодаря ему появляется пространство у фланговых футболистов. Ведь Дзюбу обычно держат по 2-3 человека. И при всем при этом он умудряется забивать. Он забил 8, а сколько еще не забил. Да у него даже не забитый пенальти есть с Краснодаром. А бедный Бабурин, который как белка в колесе крутился в последнем туре. Бывают идеальные трансферные попадания. И приход Дзюбы именно сейчас, именно в этот разобранный локомотив, это попадание в самое яблочко. Не знаю, сколько еще Дзюба будет играть на таком уровне, но хотелось бы, конечно, чтобы подольше. Найти ему полноценную замену не получится в принципе. Таких игроков в России больше нет. Забавно, что в прошлом видео почти после каждого игрока я говорил о том, что он с большой долей вероятности команду покинет. А вот сегодняшний выпуск составлен из людей, которые если куда-то и уйдут, то на повышение в Европу и за хорошие деньги. Технезианам интересуется Соседат, Карпукасам, Галатасарай. Пеняев тоже, вероятно, грезит о многомиллионном трансфере в какой-нибудь топ-клуб. Однако все эти игроки, ну, за исключением Дзюбы, молоды и на довольно долгих контрактах. Так что радовать они нас будут еще долго. И это отличный плацдарм для будущих побед. Все. Пожалуй, с подведением итогов прошедшего сезона все. Теперь будем смотреть в будущее, обсасывать новости и товарищеские игры. Поставьте лайк, подпишитесь, если вам понравилось видео. С вами был Тим. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok